Здрасте! Всем, друзья, приветуленькие! У нас сегодня золотой колосс и обзор, или гайд, по поводу нового обновления, которое вот скоро выйдет или уже вышло, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Неважно, в общем-то, а Рэпхоз, друзья, еще одно глобальное такое большущее обновление с новыми механиками и с новыми всякими классными штуками. Насколько я понимаю, это уже последнее глобальное обновление для 19-й фермы, но, в общем-то, давайте его посмотрим. Что же здесь добавили? Добавили здесь, друзья, Рэпхоз. Можно разводить рыбку и пускать ее на всякие там производства прикольные. Давайте разберемся, как, в общем-то, это работает. Для начала, друзья, нужно купить территорию с Рэпхозом, как ни странно. Делается это, как обычно, в риэлторском агентстве. Находится оно в пункте строения Рэпхоз. 511 тысяч номинальная стоимость. Давайте, в общем-то, это все дело купим. И когда купим, вернемся сюда. Сдынь готова. Покупаем. Причем продали нам за 511 тысяч. Классно. Возвращаемся к нашим строениям. И что мы здесь видим? Во-первых, здесь есть несколько вот таких вот прудиков. Они все пронумерованы. В общем-то, расскажу. Каждый пруд для своих целей предназначен. И что нам нужно для того, чтобы разводить рыбку? Во-первых, в первую очередь нам нужно построить вот это вот здание. Это заводик, рыбный цех. Он нам сейчас недоступен, потому что он не построен. Логично. А для того, чтобы его построить, нужно привезти до хренища сюда всяких стройматериалов, бруса, бетона и так далее. В общем-то, давайте это тоже по-быстрому сделаем. Никогда вот так вот дорогу перед поездом не переходите. Я вам советую. Обращаемся в строительную фирму, рыбный цех. Оплачиваем постройку. Еще 311 тысяч это все добро стоит. И у нас развернулась стройка. Теперь нам нужно привезти сюда стройматериалы. Я уже тут вот подготовился. Сейчас я по-быстрому все выгружу. И мы с вами продолжим. Значит, привез я сюда все стройматериалы. Песок и гравий, как обычно, высыпаются просто на землю. Да, здесь больше кучи, чем надо. Это не важно. Бетон высыпается вот в эту вот штуку, а брус и стройматериалы у меня вот здесь вот в контейнере лежат. Немножко читерские контейнеры, поэтому здесь все влезло сразу. Так что стройматериалы у нас есть. И в 8 утра следующего дня здесь начнется стройка. Поэтому мотаем время. В 8 утра. В 8 утра у нас исчезли наши стройматериалы, которые мы сюда выгрузили. И пошла стройка. В общем-то, от всего этого транспорта можно избавиться. Он нам здесь больше не нужен. Стройка длится 32 часа, поэтому опять-таки мотаем время. Вам же, друзья, время мотать не обязательно. Вы можете заниматься своими делами, если вдруг кто не понял. Просто процесс длинный, процесс растянут. Так интереснее. И вот, друзья, 16 часов дня или вечера дня. А завод у нас построен. Здесь находится триггер для того, чтобы комплектующие для ремонта и усовершенствования привозить. Все остальное будет подхватываться автоматически со склада, который слева находится. В общем-то, у нас есть рыбхоз, у нас есть рыбный цех. И теперь мы можем разводить рыбку. Для этого нужно купить поддоны с мальком. Делается это вот в этом вот замечательном здании. Оно находится за ангаром на рисовой ферме, который строится. В общем-то, по карте можете посмотреть, где я нахожусь. Вот в этом здании покупается малек. Если мы посмотрим в меню, мы увидим, что в первом пруду может находиться 100 тысяч рыбок. Поддоны продаются вместимостью по 5 тысяч рыбок. То есть, в теории, можете купить сразу 20 поддонов. И, да, их в течение часа нужно доставить. Это понятно. Можете купить сразу 20 поддонов и сразу их все отвезти. Появляются они вот там, сзади. Вот такие вот бочки. Я, друзья, сейчас возьму три. Этого по горло хватит, чтобы показать, как это работает. И привозим мы эти самые поддоны прямиком вот сюда. Около первого пруда вот этого маленького находится вот это здание, которое, соответственно, и принимает эти самые поддоны. Выгрузим их прямо с прицепа, с автопогрузки. И открываем меню. Что мы видим? Мы привезли сюда 14607 мальков. Некоторые сдохли. Это нормально. Можете забить этот пруд прям весь. Ну и, по сути дела, от нас больше ничего не требуется. В этом пруду дальше будет у нас рыбка расти, пока не наберет массу полкилограмма. Да, в меню, кстати, можно за этим следить. Если вот нажать вот сюда вот на рыбок, у нас здесь показывается количество рыбок, масса одной рыбки и масса всей группы. Соответственно, как только рыбка станет весом полкилограмма, она переведется во второй пруд, где будет расти дальше. Если верить справке, то в первом пруду рыба будет набирать массу 3 игровых дня. Разумеется, без сезонов. Но это дело можно ускорить с помощью рыбного корма. Для этого его нужно привезти вот сюда. Здесь выгружать корм. Где его взять? Тут на самом деле все очень просто. В статичных объектах, в графе прочее, есть вот такая вот хреновина цех рыбного корма. Это размещаемое здание. В общем-то, можете его поставить куда захотите. Но я рекомендую вам поставить его куда-нибудь на базу. По одной простой причине, вот этот самый рыбный корм, который здесь производится, он может храниться в зерновом элеваторе вот в этом. Если вы подсоедините склад, вот тут заводы появляется, цех рыбного корма, вы можете подсоединить склады, зерновое хранилище. Соответственно, во-первых, ингредиенты, которые нужны для рыбного корма, пшеница, овес, соя, жмых могут браться оттуда. И рыбный корм. Если будут какие-то излишки, он будет перемещаться сразу туда. На первоначальном этапе корма будет не очень много, но, как пишут разработчики, когда у вас будет прям дохренища рыбы, расход будет прям конским. Поэтому советую его начать производить чуть ли не сразу же. Я этого делать не буду, потому что производство вы все видели. Мы возьмем вот этого мана и выгрузим корм прямо сюда, куда его нужно привезти. Я думаю, этого количества будет вполне себе достаточно. Выгружаем. В общем, пускай выгружается. После того, как вы выгрузили рыбный корм, заходим обратно в рывхоз. Вот он, склад рыбного корма. Видно, выгружается. Вместимость здесь довольно-таки большая. На сход корма идет ровно один к одному к весу рыбы в пруду. То есть, чем больше рыбы, тем больше она жрет корма. Как мы видим, кстати, масса всей группы уже чуть-чуть подросла. Если мы нажмем вот сюда вот на пруд номер один, мы можем заполнить кормушку тем, что у нас есть. Ну, разумеется, здесь можно крутить мышкой и выбрать нужное количество корма, которое вы хотите туда заполнить. Но у нас, понятное дело, его прям дохренища. Как мы видим, прошло некоторое количество времени и наши рыбки переместились во второй пруд, потому что масса рыбки стала больше, чем полкилограмма на штуку. И далее она будет еще несколько дней расти во втором пруду. Временем первый пруд у нас освободился, соответственно, мы можем закинуть туда еще мальков и пускай они там тоже растут. Кормушки, кстати, вот так вот прикольненько разбрасывают корм рыбкам. Включаются они в 9 утра. Прудики, кстати, тоже пронумерованы, если что, на этих самых кормушках. Вот здесь вот двоечка, сейчас у нас рыбки во втором пруду находятся, который сейчас как раз вот и кормит наших рыбок. Но это ладно. Наши рыбки уже выросли, кстати, до 2 килограмм. Я думаю, что мы мотнем время до 3,5 килограмм. Заврал до 3 килограмм. Когда рыбка становится весом 3 килограмма, она переводится в третий прудик. Это самый большой, уже можно считать почти финальный. Далее, друзья, рыба у нас набирает 5 килограмм веса, и это ее максимальный вес. Она набирает его довольно быстро. И далее она остается то ли просто плавать и радовать ваши глаза в третьем пруду, то ли же ее можно отправить на созревание икры или на переработку. Созревание икры происходит в четвертом прудике. Давайте мы отправим 10 тысяч штук. 10 тысяч 7, короче, чтоб не всех. Отправляем на четвертый пруд. В этом прудике из рыбы извлекается икра, 17% от массы, после чего она автоматически уходит на переработку на рыбный цех. Также мы можем в любое время на рыбный цех и отправить из второго или третьего пруда сколько хотим туда на переработку. Вот она как раз у нас на складе рыбы и находится. А еще, кстати, да, во время отлова рыбка вот эта появляется в маленьком вот этом вот прудике. Очень так симпатично, красивенько сделано. Прикольно, да. Ну а после того, как рыбу отправили на переработку, нужно, во-первых, подключить склады. И далее мы можем эту рыбу заморозить или же привезти фасованное подсолнечное масло и, соответственно, сделать рыбные консервы. Кому что больше нравится. А можно делать то и другое. Ну и, соответственно, после того, как созревание икры прошло, икра созрела, вся рыба, опять-таки, отправляется на переработку туда. А также появляется у нас еще рыбная икра. Короче говоря, вот такое вот прикольное обновление получилось. Пишите ваши комментарии на тему, понравилось оно вам или нет. Или что бы вы хотели здесь добавить, изменить. Интересно было бы почитать. Да и разработчикам это интересно было бы почитать. А также лайкусики не забиваем. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. В общем-то, всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Зилы. И всем пока-ки. Субтитры создавал DimaTorzok